Доброго времени суток, мои приятные молодые люди! С вами, как всегда, я, Ильдар, а это... Смотри, да это же вечернее шоу с приятным Ильдаром! Уууу! Ну, естественно, как всегда, перед началом видео я хочу сказать огромное спасибо своему сегодняшнему спонсору, а именно сервису Грабер. Грабер — это как Uber, только в доставке. На сайте ты размещаешь заказ на любую вещь, которая не находится в продаже в России, либо доставка долгая и дорогая, и человек, который летит из нужной страны, привозит тебе твою покупку за вознаграждение. Платежи безопасны, потому что у заказчика замораживаются деньги, но путешественник получает их только тогда, когда заказчик подтвердил, что получил товар. Каждый человек может как заказывать товары, так и привозить их, зарабатывая в своем путешествии и окупая часть поездки. Например, из США я заказал с помощью Грабер Sony RX100 пятая версия и сэкономил около 200 долларов. Камеру два раза уронил, и теперь кольцо плохо ходит. Какой же я криворукий. Ребят, сервис действительно годный, помогает вам либо экономик, либо покупать вещи, которые невозможно купить в России. Переходите, пожалуйста, по ссылочке в описании и не забывайте скачивать приложение. Ну а мы начинаем. Экстренные новости. В понедельник, 19 июня в Госдуме состоялось первое заседание Совета Блогеров. Что вы думаете по этому поводу, Ильдар? Это пиздец. Спасибо за развернутый ответ. Андрей Малахов на своем личном YouTube-канале запустил реалити-шоу с Дианой Шуругиной. Какие мысли у вас на этот счет, Ильдар? Это пиздец. Спасибо, Ильдар. С нами на прямой линии был почти самый популярный видеоблогер Беларуси, Ильдар. Спасибо, Ильдар. А я в свою очередь хочу сказать, что по всей стране совсем недавно прошли выпускные. Молодые люди, я официально вас поздравляю с окончанием школы и уверен, что все мои зрители обладают острым умом и критическим мышлением. Надеюсь, вы все хорошо сдали экзамены для того, чтобы поступить в нужный вам вуз и будете хорошими работниками с достойной заработной платой. Хотя бы в будущем. Ну или программистами становитесь. Или блогерами. Блогеры больше зарабатывают. Первая новость как раз таки имеет прямое отношение к школе и к системе образования в целом. Выпускница медалисты ЗДГ Рузана Туко на вручении медалей со сцены заявила о том, что ее одноклассница Заира Паранук ни разу за год не отвечала на уроках. Но получила медаль, поскольку ее мать является руководителем управления образования Тахтамукайского района. Конечно, обидно, когда на студенте есть человек, который за весь год не рассказал ни одного урока, ни одного ответа. И по счастливой случайности это только за район нашего района. Знаете, для меня все это напоминает какую-то фантастику. У меня в школе тоже был парень, бабушка которого вела у нас математику. И она ему занижала оценки. Мы еще бомбили, мол, почему у пацана полкласса списывает, а оценка у него по итогу ниже. Я правда не могу поверить в то, что в реальной жизни кто-то вот так может пользоваться своим служебным положением. Это же сверх наглости просто. Так, блед. И я вполне могу понять чувство девочки-медалистки. Ты действительно стараешься, вкладываешь все силы для того, чтобы получить эту злополучную медаль. И потом приходит какая-то девочка, целый год сидит за партой, и ей просто так эту медаль дают. Но хочется спросить у одноклассников, вы че, раньше не замечали, что девочка за весь год ни разу не вышла к доске? Так, кто это у нас тут давно не отвечал? Заира и Ахмед. Блять! Ребят, ну решите сами, кто выйдет к доске тогда. Ну шо, давай на каменцы? Ты шо, дура что ли? У меня же только два пальца. Раз, два, три. Сука! Иди отвечай. Вот же ты козлиха. Самое интересное, что в результате был выявлен ряд правонарушений. Расторгнут трудовой договор с руководителем управления образования Тахтамукайского района Светланой Паранук. Основанием для этого стало нахождение Светланы Паранук в качестве организатора в пункте приема ЕГЭ, где сдавала экзамен ее дочь. Собственно, сама Заира после того, как не очень хорошо сдала ЕГЭ в письменном виде, отказалась от медали. Я все. Пробую все. Интересно. Девушка, извините, но вам ноль. Как, ноль? Ну, потому что вы ничего не написали. Что такое писать? Чем думала мать выпускницы, если ей по закону было запрещено сидеть в экзаменационной комиссии, и чем думали ее коллеги, тоже не ясно. На данный момент Следственный комитет проводит проверку в отношении выпускницы и ее матери. Но интересно, каким образом Следственный комитет будет проверять правомерность получения награды? Ведь явно, что у этой девочки будут очень хорошие оценки в журнале, а то, что она ни разу не отвечала на уроках, не является аргументом. Я хочу сказать так, лучше достигать всего своим трудом. Конечно, никто не отменяет помощь, особенно от родителей. Но на месте этой женщины с должностью руководителя управления образованием я бы попытался свою дочь хоть как-то смотивировать учиться, а не просто посадить за парту и бросить в нее золотую медаль. Ты не выиграл марафон. Ты уверена? Остальные думают, что выиграл. Новый мировой рекорд. Потом вот такие вот люди попадают в правительство, а не дай бог девочка врачом захочет стать. Хотя, с другой стороны, это контент для выпуска Мрази в медицине 2. На самом деле, я больше не хочу снимать такие выпуски, лучше пускай врачи хорошие будут. Ну, а мы продолжаем. Несомненно, Павел Дуров один из самых известных IT-бизнесменов. Каждый второй при вопросе, кто же самый успешный человек из России до 40 лет, ответит Павел Дуров. Или Ивангай. Или Эдвард Оттелло. Ну, а вот тебе чележ пиздусь, Ютуба. Без обид. В один прекрасный момент Паша Дуров заметил, что в России происходит какая-то жесть. Принимаются законы, направленные на тотальный контроль всей информации. Поэтому молодой человек начал подумывать о создании своего нового проекта. Естественно, он прекрасно понимал, что все строится будет не в России. Без фигурантов русского Форбс и, конечно, без зависимости от российского интернет-рынка. И вот настал тот самый день, когда глава Роскомнадзора Александр Жаров направил открытое письмо администрации Телеграма и, конечно же, нашему любимому Павлу Дурову. Жаров призвал команду сервиса исполнить российское законодательство и зарегистрироваться в качестве распространителя информации. Да, Дуров, быстрее Дани Кашину новый айфон купит, чем даст открытый доступ к информации в мессенджере. Очень интересно, почему правительство не хочет контролировать ватсап и вайбер? Саня, посмотри, пожалуйста, это прыщик или родинка у меня? Побинать! Как я теперь открытый доступ к ватсапу бросить буду? Пиздец. Вообще сейчас идет активная травля Павла Дурова и его мессенджера во всех национальных и региональных СМИ. Связывают все с тем, что террористы пользуются только лишь Телеграмом и больше ничем. Во всех последних диверсионно-террористических актах везде использовался непосредственно мессенджер Телеграм для коммуникации террористов. Координация проходила с территории Ирака, Сирии и Турции. Но это ж полный бред, что и до этого мешало террористам совершать свои атаки. Или только Телеграм, по мнению государства, способствует развитию терроризма в мире. ну естественно сам павел Дуров дал комментарий на этот счет. Потенциальная блокировка Телеграм никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров. В их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на конечном шифровании плюс VPN. Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет. Да и просто хочется сказать, что все эти угрозы максимально пустые. Правительство просто хочет контролировать все. И у них дико бомбит от того, что Пашка Дуров не хочет танцевать под их музыку. Можно вспомнить шикарный монолог Жаровского за 2014 год. Мы завтра же можем в течение нескольких минут заблокировать Twitter или Facebook в России. Мы не видим в этом больших рисков. Если в какой-то момент мы оценим, что последствия от выключения социальных сетей будут менее существенными по сравнению с тем вредом, который причиняет российскому обществу неконструктивная позиция руководства международных компаний, то мы сделаем то, что обязаны сделать по закону. Эти приятные угрозы прозвучали 16 мая 2014 года со страниц газеты Известия. С тех пор Twitter и Facebook успели около миллиарда раз послать в попку российские цензурно-сыскные ведомства, которые пытались добиться от Калифорнии исполнения пакета Яровой и других глупых законов. Ну и ни в течение нескольких минут, ни в течение несколько сотен тысяч лет такого, естественно, не произошло. Что мы видим? Facebook и Twitter по-прежнему доступны российским пользователям. Какие выводы сейчас можно сделать? На Павла пытаются надавить со всех сторон. Практически все телеканалы посвящают 10-минутные сюжеты о том, что Телеграм чуть ли не официальный представитель террористов в мире. Конечно, ваша бабушка или человек, который до сих пор пользуется Майлору-агентом или ICQ, может в это поверить. Но ситуация в том, что блокировка или открытый доступ к Телеграму никоим образом не повлияют на деятельность террористов в целом. Сейчас возле любого перехода можно спокойно купить сим-карту без паспорта и делать с ней все, что угодно. Почему именно сейчас обратили внимание на Телеграм сложно сказать. Возможно, какой-то чиновник хочет показать всю свою свирепость и силу для вышестоящих. Возможно, кто-то пытается отвести глаз людей от другой проблемы. А возможно, в России действительно хотят контролировать все. Просто так. Потому что могут. Но, как видим, не всегда. Друзья, огромное спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Я правда это очень ценю. Давайте соберем под ним 4 лайка и я просто умру от счастья, скорее всего. Подписывайтесь на мой канал, на мои социальные сети. Это Facebook, Twitter, ВКонтакте и мой любимый, конечно же, Instagram. А с вами был, как всегда, приятный Ильдар. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok